Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут рассчитывать на получение субсидий на профилактику COVID-19. Меры поддержки бизнеса, субсидии на профилактику и освобождение от уплаты страховых взносов. Перенос срока предоставления физическими лицами декларации о доходах, полученных в 2019 году. Вот сегодня тема разговора обозначена. Я представляю гостя в студии Глеб Александрович Ружковский, заместитель и руководитель ФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто может воспользоваться вот этой субсидией, как подать заявление, размер субсидий. Ну, в общем, такие общие организационные моменты. Озвучите, пожалуйста. На самом деле, сама субсидия по структуре, по возможности ее получения очень схожа уже с теми субсидиями, которые мы выдали. То есть, период выдачи которых завершен. Ну, то есть, это 12-130 на работника. Основное отличие, с моей точки зрения, заключается в том, что та субсидия, она не была целевой. То есть, она, в принципе, была на поддержание деятельности организации. Эта субсидия, она целевая, она связана с дезинфекцией. И, соответственно, расходование этой субсидии, оно должно было быть направлено на дезинфекцию. То есть, совершенно нужно будет предоставить какие-то отчеты. Соответственно, да. Нужно понимать, что после того, как ты ее получил, тебя будут спрашивать, как ты расходовал средства именно на дезинфекцию помещений, на проведение их в соответствии требованиям Роспотребнадзора, чтобы можно было осуществлять прием посетителей. Из целевой направленности, соответственно, вытекает перечень субъектов, которые могут на нее рассчитывать. В первую очередь, это, соответственно, те организации, индивидуальные предприниматели, которые непосредственно занимаются работой с клиентами, работой с людьми. То есть, это магазины, это гостиницы, это санатронно-курортные учреждения, это организации, которые осуществляют деятельность в индустрии спорта. Соответственно, ну, понятно, да, салоны красоты, ремонт компьютерной техники и так далее, и так далее. То есть, это... То есть, сфера услуг, наверное. По большей части, это сфера услуг, причем сфера услуг та, которая непосредственно работает с людьми. Которая осуществляет прием, у которых есть торговые залы и так далее. Соответственно, перечень, понятно, что ограничен акведами, то есть, это не все акведы из стратегических отраслей, то есть, есть отдельный перечень акведов, которые могут рассчитывать на эту субсидию. Плюс к этому перечню акведов прибавляются социальные и коммерческие организации. Соответственно, реестр утверждается Министерством экономического развития этих организаций. И плюс прибавляется организации в сфере туризма, гостиничного бизнеса. Тоже этот Министерство экономического развития формирует отдельный перечень. То есть, если организация по акведу не вошла, но входит в этот перечень, она на эту субсидию также может рассчитывать. Следующий важный критерий – это отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства. Тоже об этом уже очень много говорили. У нас есть реестр сформированный, он обновляется каждое десятое число месяца. Соответственно, если организация включена в реестр, то она эту субсидию сможет получить. Остальные критерии, в принципе, так, как и были по предыдущим субсидиям, это, соответственно, отсутствие задолженности, совокупно превышающей 3000 рублей. То есть, именно берется сальдированный результат. То есть, если у тебя есть переплата по одному налогу и задолженность по другому, но в совокупности у тебя результата не превышает задолженность в 3000 рублей, ты субсидию можешь получить. Соответственно, это отсутствие записи в реестре о ликвидации или о процедуре банкротства в отношении организации. Соответственно, и тоже очень важный момент. Есть такой критерий, как не снижение численности. То есть, во-первых, берется численность по отчету с ОЗВМ, так же, как и бралась в предыдущих субсидиях, только здесь другая отчетная дата, численность с ОЗВМ для расчета берется за май месяц. То есть, численность сотрудников не должна быть уменьшена? Ну да, критерий не снижения численности. И важный момент, с ОЗВМ берется за май месяц, то есть, он представляется в отделении пенсионного фонда по сроку до 15 июня. То есть, очень важное условие, с ОЗВМ обязательно должно быть сдано, потому что в противном случае вы субсидию получить не сможете. Не сможете. Глеб Александрович, мне очень любопытно, как она будет рассчитываться. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, малое предприятие, да, но фитнес-клуб, штат сотрудников 40 человек. От штата зависит ли? Либо это какая-то целевая сумма, которая будет направлена единожды? Теперь о расчете. Да. Как рассчитывает сумма субсидий? Во-первых, на каждую организацию индивидуального предпринимателя есть фиксированная сумма выплаты. Она составляет 15 тысяч рублей. Помимо этой фиксированной суммы выплаты, на каждого сотрудника организации, согласно отчету СОЗВМ, за май месяц выделяется 6,5 тысяч рублей. Так, это суммируется? Это суммируется, то есть ты получаешь 15 тысяч рублей плюс 6,5 за каждого сотрудника. Если ты индивидуальный предприниматель, у тебя нет наемных сотрудников, ты получаешь только 15 тысяч рублей. Ясно. Это разовая выплата? Выплата носит разовый характер, да, то есть она выплачивается один раз в озвученных размерах. Что нужно для этого сделать? Куда подать и какие документы, и до какого срока, разумеется? Соответственно, у нас прием документов начинается с 15 июля, то есть с 15 июля вы можете подавать документы на эту субсидию, и до, соответственно, до завершения июля месяца, в принципе... То есть в течение полмесяца успел-получил, не успел, извини? Успел-подал, я бы сказал. Успел-подал, да. Потому что срок, в принципе, да, достаточно небольшой, но там сложным ничего нет. Там подается заявление, заявление такое же практически, как и было по предыдущей субсидии. Есть несколько способов подачи. Это формализованная подача по телекоммунационным каналам связи. Соответственно, вы под КС направляете заявление, все, кто в плательщик с этим сталкивался, это заявление автоматически отрабатывается, очень быстро в систему попадает, проблем абсолютно никаких нет. Личный кабинет индивидуального предпринимателя, либо юрлица, там соответствующий функционал тоже реализован. Либо, соответственно, ну это почта, либо лично. Раньше были боксы, сейчас у нас инспекция работает в обычном режиме, то есть вы приходите, лично отдаете заявление, вам на нем ставятся штампы. Инспекция требовать от вас, чтобы вы направили его по почте, обязательно не может. То есть заявление это обязано у вас принять, обработать, соответственно, ввести в систему. Сложностей, как показывает практика, абсолютно никаких нет. Все сложности связаны были с заполнением заявлений в основном. В первую очередь наибольшее количество проблем связано с реквизитом банковского счета. Но с учетом того, что основная часть тех лиц, которые могут рассчитывать на эту субсидию, они, скажем так, входили в получателей той субсидии, которая уже была выплачена, то проблем с заполнением реквизитов по счетам быть не должно, потому что все, что было, мы уже утрясли, и, соответственно, у плательщика есть нормальный реквизит и счет, на который он может субсидию получить, воспользуясь теми же данными, которые он подавал по предыдущей субсидии. Глеб Александрович, скажите, пожалуйста, уведомление посылает ли налоговое вот о таких субсидиях? Да, соответственно, у нас, во-первых, массовая рассылка была по телекоменационным каналам связи. Проблема в том, основная стоит, почему мы не можем донести, да, кто-то не знает, кто-то не слышит. Потому что, к сожалению, не у всех подключено ТКС. То есть не у всех есть личный кабинет, не у всех подключено ТКС. Все, у кого это есть, мы со своей стороны все, что можем, делаем. Плюс к этому у нас было поручение, мы обзванивали плательщиков, то есть все известные контакты, которые у нас есть, мы используем, чтобы донести эту информацию до, соответственно, потенциальных получателей этой субсидии. Но если, скажем так, у нас недостаточная информация, либо у вас там некорректные номеры телефонов указаны, либо там юридический адрес, по которому вы не сидите, фактически находится в другом месте. Понятно, что связь с вами затруднена. И, соответственно, ну, к сожалению, мы, наверное, можем до вас это не донести. Но, соответственно, и я на сегодняшней передаче присутствую. Мы стараемся в средствах массовой информации с использованием сайта максимально полно доносить эту информацию до плательщиков. Мы сейчас перейдем к другой мере поддержки малого бизнеса. Тем не менее, вот давайте резюмируем прям коротко одно-два предложения. Субсидия. Кто рассчитывает? Количество и что сделать? Пожалуйста. Субсидия направлена на компенсацию затрат, по большому счету, по дезинфекции, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Рассчитывают на нее предприятия с определенными акведами, которые занимались оборудованием помещений, выделением средств личной защиты для сотрудников, там, закупкой различных дезинфекторов и так далее. С перечнем акведов можете ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы. Там есть специальный раздел, где вы забиваете ННН. Можно понять, можете вы рассчитывать на эту субсидию или нет. Помимо перечня акведов, соответственно, есть два реестра. Это реестр НКО, некоммерческих организаций, и реестр организаций, задействованных в сфере туризма, который формирует Минэк. Соответственно, информация по этим перечням, она также есть на сайте Федеральной налоговой службы, службы налог.ру. Можете спокойно зайти, посмотреть. Но там вообще разработан, еще раз говорю, очень удобный сервис. Там просто ННН забиваете, и сразу понятно, можете вы рассчитывать, либо не можете. Чтобы получить субсидию, вы должны составить в реестре субъектов. Соответственно, вы должны представить отчет с ОЗВМ до 15 июня. Соответственно, у вас не должно быть задолженность, превышающая совокупно 3000 рублей, и не должно быть записи в реестре о процедуре ликвидации, либо процедуре банкротства. И отчитаться об этой субсидии нужно? Там механизм отчета пока не предусмотрен, но проверять, соответственно, расходование средств и вообще использование этой субсидии, насколько мне известно, будет к значительству. Спасибо вам большое. Следующий мер поддержки малого бизнеса – это освобождение от уплаты страховых износов. Расскажите, пожалуйста, кто может воспользоваться этой мерой и, конечно, за какой период? Ну, соответственно, мы возвращаемся к предыдущему пакету мер поддержки. И один из самых значимых – это освобождение от уплаты практически всех налогов за второй квартал текущего года, за исключением налога на добавленную стоимость. Соответственно, если мы говорим обо всех налогах, кроме НДС, там освобождение, причем оно происходит автоматически, никаких заявлений подавать не надо, никаких действий от плательщика предпринимать не надо. То есть вы просто сдаете обычную декларацию с начислениями, эти начисления не переносятся в карточки, соответственно, не образуют сумму задолженности, соответственно, платить эти суммы не надо. То, что касается страховых износов, в чем состоит отличие? Отличие состоит в том, что вы представляете декларацию, и в этой декларации должны заявить нулевой тариф. То есть, если вы заявляете на нулевой тариф, соответственно, имеете право на заявление нулевого тарифа, то есть вы относитесь к пострадавшему отрасля, вы включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в декларации это проходит проверку, проблем никаких нет, платить ничего не надо. Если вы сдали декларацию без заявления нулевого тарифа, соответственно, дано поручение инспекциям, но при этом вы имеете право на его заявление, дано поручение инспекциям, Инспекция до вас эту информацию доводит, опять-таки, посредством письменного обращения почтового. Если у вас есть телекоменционный канал связи, посредством телекоменционного канала связи, что вы имеете право на заявление нулевого тарифа и просит вас представить соответствующую декларацию. Соответственно, плательщики декларации представляют с нулевым тарифом. Платить страховые взносы за второй квартал тогда не надо вообще. А как вообще можно узнать и проверить, имеет ли организация вот эти нулевые тарифы? Ну, организация сама так-то заполняет расчеты по страховым взносам. Соответственно, сама их представляет. А возможность на применение, опять-таки, проверить можно с помощью сайта налог.ру, где есть соответствующий специальный раздел, который вообще в принципе обо всех мерах поддержки, на которые вы можете рассчитывать, позволяет вам узнать. То есть там есть раздел, прям посвященный COVID-19. Соответственно, вы заходите туда, и там прям есть отдельная веточка. Да, там пропустить невозможно. Зайдите, посмотрите. Проблем абсолютно никаких нет. Скажите, пожалуйста, Глеб Александрович, а предусмотрено ли снижение тарифов для предпринимателей, у которых нет наемных работников? Соответственно, да. Эти предприниматели, они у нас уплачивают фиксированные платежи. И фиксированный платеж, он так составляет 32 тысячи рублей. Соответственно, этот фиксированный платеж уменьшен на размер минимального размера оплаты труда. Соответственно, у этих предпринимателей уменьшена сумма фиксированного платежа на 12 130 рублей. Соответственно, они просто фиксированный платеж заплатят по итогам года. Он платится, чтобы было понимание в меньшем размере. Я вот слышала про такое понятие, как пониженный тариф по страховым взносам. Скажите, пожалуйста, а вот кто может воспользоваться такой мерой поддержки? На самом деле это изменение закона федерального, которое было еще до пакета мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Это в принципе была инициатива по снижению суммы страховых взносов для тех плательщиков, которые на зарплату выплачивают выше минимального размера оплаты труда. То есть если организация включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и выплачивает зарплату свыше 12 130 тысяч рублей, соответственно, все, что выше 12 130, она страховые взносы платит по пониженному тарифу, то есть вместо 30% 15. Чтобы понятно было, с 12 130 рублей вы платите 30%, к примеру, у вас еще плюс 12 130, с них вы уже платите 15. То есть все, что выше, это идет обложение по пониженному тарифу. И абсолютно все организации, вне зависимости от включения в субъекты пострадавшие и не пострадавшие, имеют право на применение пониженного тарифа при условии включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. А что такое вообще страховой взнос? Для кого он и кто им может воспользоваться? Страховой взнос, но это вообще платежи, которые, соответственно, поступают в пенсионный фонд, который поступает в фонд обязательного медицинского страхования, то есть это те платежи, за счет которых у нас функционирует наша медицина, это те платежи, за счет которых, соответственно, выплачиваются пенсии. То есть все у нас юридические лица, индивидуальные предприниматели, эти платежи платят, соответственно, от этого напрямую зависят, получат ли у нас жители области и, в принципе, всей страны пенсию, и насколько качественно будет оказываться медицинские услуги. Спасибо. Вот в связи, опять же, о пандемии коронавируса срок предоставления декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ, насколько мне известно, принесен на три месяца. Здесь мы имеем в виду 2019 год до 30 июля текущего месяца. Так ли это? Да, на самом деле это так. У нас срок принесли представление декларации по форме 3НДФЛ до 30 июля. Соответственно, обычная практика до 1 мая. До 1 мая мы ждем декларации, сейчас срок перенесен до 30 июля. Но важно понимать, что срок представления декларации перенесен до 30 июля, а срок уплаты НДФЛ за этот период перенесен до 15 июля. То есть, если вы не заплатили ту сумму, которую по этой декларации должны были уплатить до 15 июля, соответственно, за период до 30 вам будут начисляться пения. Это важно понимать, потому что лишние затраты, они тоже, понятно, ни к чему. Соответственно, все, наверное, понимают, что 3НДФЛ представляется о тех доходах, которые получены, но с которых не удержан налог. То есть, это различные оказания услуг, это сдача, к примеру, в аренду квартир, соответственно, всевозможные доходы, которые получены и где не предусмотрено удержание налогов налоговым агентам. Соответственно, вы должны представить декларацию, то есть, это различные формы реализации имущества личного собственности, находящегося менее 3-5 лет в зависимости от срока его приобретения. Соответственно, основная масса деклараций, она именно таких, это связанных с реализацией либо долей в основном капитале, либо квартир, либо машины и так далее. То есть, если вы что-то продали, что у вас собственности менее 3-5 лет, вы должны представить эту декларацию, соответственно, заявить сумму дохода и сумму расхода. Вот, кстати, еще и до срока предоставления декларации о доходах, полученных до 2019 года, в 2019 году, прошу прощения, остается очень мало времени. Скажите, пожалуйста, вот кто обязан подать декларацию? Ну, я уже сказал, что в первую очередь обязаны подать декларацию именно те лица, которые продали объекты недвижимое имущество, либо транспортные средства, которые в собственности находились менее 3-5 лет. Соответственно, тоже категория, наверное, достаточно большая тех лица, это сдача в аренду недвижимое имущество. Понятно, что сейчас есть альтернатива, да, представлению этим декларациям, это режим налога на профессиональный доход. Но, тем не менее, тоже очень достаточно по статистическим данным большая категория лиц, которые представляют сведения о сдаче этого имущества в аренду. Ну, кстати, про аренду хочу важное мнение очень сказать, и чтобы люди понимали. Тренд ФЛ, да, если вы сдаете жилое помещение, да, то в принципе это все нормально. Но если вы занимаетесь сдачей в аренду коммерческой недвижимости, есть различные виды судебные практики, к сожалению, не все об этом знают, что это является предпринимательской деятельностью. Соответственно, вы должны зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать соответствующую систему налогообложения, соответственно, отчитываться по ней. А каких квадратов это касается? До скольких квадратов? Ну, там нет ограничений по квадратным метрам. В принципе, все, что связано с арендой коммерческой недвижимости, является предпринимательской деятельностью. Да, интересно. Если коммерческая недвижимость сдается юридическим лицам, то 99% случаев в договорах закреплено, что юридические лица при таких операциях, они исполняют обязанность налогового агента. То есть декларацию сдавать не надо, они сами с вас удерживают. Но суть в том, что если вы не зарегистрируете в качестве индивидуального предпринимателя, вы можете нарваться в том числе и на уголовную ответственность. Потому что есть статья в уголовном кодексе, это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Соответственно, там есть суммовые ограничения. Да, они есть, там они достаточно значительные. Но, тем не менее, важно понимать, что если вы занимаетесь сдачей в аренду коммерции, при этом не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, это является уголовным правонарушением. Я даже уже не говорю про налоговую составляющую. И тоже важно понимать, что, к примеру, физическое лицо сдает в аренду коммерческую недвижимость. Соответственно, если оно не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, и сумма квартального дохода превышает 2 миллиона рублей, налоговый орган может прийти и начислить вам налог на добавленную стоимость в размере 18%. Еще административную ответственность никто не обменял, да? Во-первых, это административная ответственность, во-вторых, это штраф, во-вторых, это достаточно значимые суммы. Поэтому всех, призывая, кто занимается такой деятельностью, на систематической основе получает доходы, пожалуйста, приведите свою деятельность в соответствии с зарегистрированием в установленном порядке. Соответственно, сейчас есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. А при сдаче в аренду оборудования, применении этого специального налогового режима, налог на профессиональный доход, оно в принципе возможно. Поэтому просчитайте для себя риски, оцените. И большая моя рекомендация это сделать, потому что у нас этот момент сейчас находится на особом контроле. Соответственно, те плательщики, те физические лица, которые нас не услышат, мы, к сожалению, будем вынуждены выйти к ним на выездные налоговые проверки. Спасибо. Вот хочется еще напомнить, с 15 мая ФНС России приступила к выплатам субсидии малому и среднему бизнесу. Расскажите, пожалуйста, как вот все это прошло, как работало, как было налажено взаимодействие с налоговой службой, и все-таки вот сроки, какие ошибки, в общем, об этом? Ну, соответственно, субсидию мы процесс этот в принципе уже завершили. Я, наверное, скажу для тех людей, которые субсидию не получил, да, у которых есть какие-то претензии или вопросы, и считают, что он ее не получил неправомерно. На текущий момент для вас реализована возможность направления жалоб. То есть, если вы считаете, что вам неправомерно не выплатили субсидию, вы можете подать соответствующую жалобу либо в управление ФНС, либо в территориальные налоговые органы, в инспекцию. Соответственно, мы эти жалобы рассмотрим. Если действительно у вас были основания для ее получения, но вы по каким-то там причинам технического характера, там, человеческого фактора, вы ее не получили, пожалуйста, пишите жалобы. Соответственно, эти жалобы направляются нами в ФНС с нашим заключением. Если мы согласны, что действительно вы должны были получить, эта субсидия вам будет перечислена, поэтому вы шансы еще не потеряли. Шансы потеряли те люди, которые, в принципе, не успели подать заявление, потому что срок подачи заявления, он прошел. К сожалению, те, кто не успел, они подать заявление на эту субсидию уже больше не могут. То есть вы сейчас обращаетесь к людям тем, которые заявление подали, но не получили? Да, тем, которые подали, но не получили по различным причинам. То есть у вас есть возможность поправить что-то, либо объяснить, что мы там в чем-то неправы, либо программа как-то сработала некорректно, потому что по большей части очень весомый фактор, наверное, который позволил все это сделать очень оперативно. 99% в выдаче этих субсидий зависело от программного комплекса, который, в принципе, был разработан в очень сжатые сроки. В эти сжатые сроки позволен очень большому количеству, там, в Российской Федерации более миллиона организаций получило в очень сжатые сроки эти субсидии выплатить. Если говорить по статистике по Самаре, соответственно, у нас получило субсидию порядка 23 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма выплаченной субсидии, если брать два месяца, она выплачивалась за апрель и за май месяц, более двух миллиардов рублей. То есть объемы финансирования, которые государство выделило на эту поддержку, они очень большие и достаточно большой круг лиц. Я бы сказал, практически все те, кто могли на нее рассчитывать и получить, ее получили. То есть, если говорить о тех ошибках, я уже, в принципе, об этом сегодня говорил, там самое большое количество проблем на первом месте было связано с реквизитами банковского счета. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, хотя, в принципе, есть закон, что у всех индивидуальных предпринимателей должны быть открыты расчетные счета. Не у всех индивидуальных предпринимателей эти расчетные счета открыты. Люди считают, что если у них есть карточка банковская, то это является расчетным счетом. Это не так, это абсолютно разные вещи. Проблемы были связаны с тем, что у некоторых депозитные счета открыты, то есть они не текущие. Казначейство федеральное, к сожалению, на депозитные счета, которые начинаются код счета с 4, 2, 3, они не могут перечислить эти субсидии. То есть проблемы были связаны с тем, что человек был вынужден идти в банк, там открывать счета, это затрата времени и так далее. Хотя, по идее, наверное, эта субсидия позволила большей части индивидуальных предпринимателей войти в законное поле, пойти, соответственно, открыть себе расчетные счеты, уже соответствовать полностью закону по наличию соответствующих расчетных счетов, которые позволяют различного рода безналичные операции совершать. Следующий фактор, который, наверное, следующие ошибки, в чем были связаны отказы с выдачей, это наличие задолженности. К сожалению, опять-таки, не у всех есть личные кабинеты, не все видят, что задолженность есть. Хотя программа, которая разработана Федеральной налоговой службой на сайте, она при проверке критериев на субсидии, она, соответственно, позволяла увидеть, есть у вас задолженность или нет у вас задолженности. А правительство, соответственно, дало возможность задолженность эту оплатить, даже если у вас была постоянная 1 марта. То есть очень большое количество людей ко мне обращались, мы смотрели, помогали получить. На самом деле люди оплачивали и субсидию без проблем получали. То есть если сейчас в течение этого времени человек все-таки оплатил долг, он может все-таки рассчитывать? У человека было, образно говоря, с момента принятия законодательного акта до завершения выплаты к субсидии практически 2 месяца, чтобы заплатить и получить эту субсидию. И мы об этом говорили, и, соответственно, и правительство приняло соответствующую законодательную актуальность, что была возможность, если даже есть задолженность, провести оплату и субсидию получить. Поэтому большую часть оплатильщиков мы, соответственно, проблематику их решили и закрыли. Те, кто остался, я еще раз говорю, пожалуйста, пишите жалобы, это возможно. Соответственно, мы их будем рассматривать и по возможности будем стараться эти субсидии тем, кому они действительно полагаются, до конца выдать. Спасибо большое, Глеб Александрович, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова